Чебоксарские депутаты одобрили проект городского бюджета на 2019 год. На публичных слушаниях в начале месяца обсуждали доходную часть в 11,5 миллиардов рублей. К последнему в этом году собранию казну удалось утяжелить более чем на 100 миллионов рублей. Всех ли присутствующих в зале народных избранников устроило, как в 2019 году планируют распорядиться деньгами, из чего вдруг при принятии главного финансового документа заговорили о попугаях, расскажет Евгения Зиновьева. На принятие главного финансового документа города на 2019 год из 43 народных избранников явились 32. Еще пятеро согласилось с большинством в зале на расстоянии. По уважительным причинам их стулья в этот день пустовали. За время проведения различных комиссий и публичных слушаний были рассмотрены предложения, какие отрасли хорошо было бы простимулировать дополнительно. По словам председателя депутатской комиссии по бюджету Владимира Кузина, на это потребовалось бы еще 4 миллиарда рублей. Но этих денег взять неоткуда. Доходную часть казны удалось увеличить только за счет собираемости налогов. К сожалению, сильно большие цифры невозможно. Поэтому всего лишь на 80 миллионов удалось нам найти дополнительные средства и их распределить на те вопросы, которые были высказаны в ходе публичных слушаний, а также во время заседания постоянной комиссии по бюджету. Прежде всего, деньги пойдут на удовлетворение судебных исков о предоставлении квартир различным категориям граждан. Также в следующем году в центральной части города планируют построить ливневки. На публичных слушаниях главный инженер троллейбусного управления Вячеслав Чистополев заявил, что с нового года рогатые рискуют не выйти на линии. У МУПа слишком большие долги за электроэнергию и ее могут отключить. Этого случиться не должно, отметили в Чебоксарской администрации. Город поддержит предприятие и выделит ему субсидию в 14 миллионов рублей. Большая часть расходов в 2019 году пойдет на образование, спорт и культуру – 7 миллиардов рублей. Из этой суммы на капремонт учебных заведений направят чуть больше 127 миллионов. Депутаты отметили, этого едва хватит, чтобы выполнить требования контролирующих органов и заменить везде пожарные сигнализации. Да, конечно, проблемы есть. Есть проблемы по образованию. Мы их понимаем. И 125 миллионов – это капля в море. Согласны? Но что делать в этих условиях? Я вам скажу, что в такой ситуации находятся многие муниципальные образования. На реконструкцию дорог в Чебоксарах в 2019 году направят больше 140 миллионов рублей. На возведение детских садов и школ – еще 147. Один из этапов газификации за Волжье обойдется казне почти в 22 миллиона рублей. На строительство инженерной инфраструктуры на участках, предоставленных многодетным сеньям, из городского бюджета выделят чуть меньше 5 миллионов рублей. На фоне двух и трехзначных цифр, которые уходят на различные статьи расходов, депутат Сергей Муравьев возмутился, увидев, цитата, ничтожную сумму, выделенную на прокладку газовых труб, водопровода, установку опор освещения на землях для многодетных. Наверное, я похож на попугая, который постоянно говорит о многодетных семьях. И люди у меня спрашивают, что ты пристал с этими многодетными семьями? А как мне не пристать? Я сам с многодетной семьи, я вырос в многодетной семье, я глава многодетной семьи. Предложение такое, хотя бы 25 миллионов, чтобы весной начать уже полностью ставить столбы электрические. Свет туда придет на эти земельные участки, люди начнут строиться. Доводы депутата услышаны не были, но их приняли к сведению. Тем не менее, сверстанный бюджет финансиста городской администрации назвали сбалансированным и выверенным. В 2019 году расходы будут преобладать над доходами, дефицит составит 200 миллионов рублей. В результате из 32 присутствовавших в зале депутатов большинство одобрили главный финансовый документ на 2019 год. Четверо воздержались.